по поводу бетадина давайте разберем где можно применять бетадин для чего он вообще нужен для острых воспалительных процессов гнойных его применяют в гнойной хирургии полустерпает челюстно-лицевой области им моют флегмоны абсцессы абсцидирующие урантральные сообщения вот вот все где мы получили поддержите меня челюстно-лицевой хирург который работает с гнойными пациентами да и знает что это бетадин это препарат выбора да вот этих пациентов нам он вообще не нужен он даже не лежит нигде на вашем столе когда вы занимаетесь подобными мероприятиями слушайте у нас есть один такой важный доктор очень известный который говорит что надо шахту имплантата промывать хлоркой который канал и на лекциях это студентам еще рассказывает поэтому знаете мало ли кто чего рассказывает давайте вернемся в базовую обычным антисептиком чем вы пользуетесь хлоргексидин так хлоргексидин самая простая база которая применяется в обычной консервативной пародонтологии ничего там сверхъестественного вам не требуется не будет там манифицирование это тоже полость рта она не отличается от того что у вас вестибулярной стороны намекна вы же не будете бетадином принимающие лужи обрабатывать я надеюсь да а зачем вам не обрабатывать бетадином я вас на самом деле вовлекаю в дискуссию потому что вы должны все время думать все ошибки они не мануальные в хирургии они от головы там где вы вдруг решили включить какую-то странную историю и подумайте сделаю я еще получше не надо никогда делать получше надо делать как положено есть протокол и по протоколу если вы работаете по протоколу и это плюс минус стандартная какая-то история вы всегда получаете стопроцентный прогностический благоприятный результат когда вы начинаете вот эти вольные истории какие-то начинаются проблемы честное слово но поверьте мне с губками разобрались со всеми методами которыми можно защитить пациента и создать ему комфортный послеоперационный период нет ни у кого больше вопросов что-то долить мыть клеить вот у вас доктор малиновский сидит рядом он вам покажет как лигатуру наложить наложить на нет ну хорошо это доктор Игорь Ильич же давно это показал мы все это применяем ну отсроченная но если например пациент на операции давление поднял так не отсроченная сразу после операции а вы прошейте еще тогда вот зону прямо вот это конкретно что-то медикаментозное консервативное что-то добавляете нет значит давайте так есть доктор терапевт который ведет пациента у которого есть какие-то по всей видимости сердечно-сосудистые проблемы и пациент при планировании подобной операции сто процентов вам обязательно скажет что например пьет какой-то препарат или у него гипертония да хроническое он принимает то-то то-то это вы должны вообще учитывать при сборе анамнеза если он вам дал давление вы остро медикаментозно не решите эту проблему вот в данный момент когда у вас льется у него кровь вы не можете ему дать никакую таблетку ну не знаю аминокатроновую кислоту вы туда уколите в небо самое простое наложить на леготору естественно об этом даже мы даже не леготору гипотермия вы можете приостановить операцию приложить туда холод прямо в это место и ему холод на лоб у него давление спадет это уже неотложная немножко история но если у вас такие случаи бывают то я вам посоветую может быть более тщательно к сбору анамнеза тогда отместись конечно я вообще такие вещи начинаю у меня в стену мере давления вообще перед любым законам а то что анамнеза куда но я имею ввиду если вот так произошло что экстренно я все таки советую про леготору гипотермия есть пациенты которые скрываются и принимают разжижающие препараты есть такие они вообще-то не нет но это постоянно и выуживаешь выуживаешь да выуживаешь выуживаешь особенно от мужчин они почему-то очень стесняются что они таблетки пьют да это я нет ну кровит как надо да оно кажется нам это неплохо что оно кровит на самом деле я вообще пациентам очень многим тринталпере за неделю до операции назначаю чтобы кровило это у тех у кого есть показания у кого видно что там ничего не будет кровить да а у таких пациентов но чаще они все таки как-то у моей стороны ответственное спасибо вам большое они сообщают но мужчин я расспрашиваю очень подробно да женщины всегда как-то были озабочены своим состоянием здоровья мужчины если даже они что-то пьют они редко об этом признаются как будто это инвалидность ну то есть все равно местный фактор вот самый рабочий в такой быстрая ситуация а так конечно за два дня вы отменяете или советуетесь он должен доктор с кардиологом со своими посоветоваться когда можно как можно отменить какую можно может быть снизить дозу перед операцией но это не имеете права вы помните что вы не имеете права это решать ни в коем случае ни за курирующего его доктора ни за пациента все ушли слава богу ушли оттуда слава богу Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok